Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем с вами размышлять на ту тему, о которой мы говорили в трех предыдущих беседах. Взаимоотношения восточного мистицизма и христианства. На трех предыдущих беседах, кто из вас смотрел, кому это интересно, мы с вами пытались сравнительную табличку привести основных положений христианства и восточного мистицизма. И вот эти основные положения, или условно говоря, основные догматы индуизма и христианства, поставленные лицом к лицу, взаимно отрицают и взаимно исключают друг друга во всем, что касается природы Бога, природы человека и вообще места человека во Вселенной. Но нам могут возразить наши уважаемые оппоненты, которые увлекаются восточным мистицизмом, что да, это все так, может быть положение, какие-то доктрины, они могут друг друга исключать. Но на вершине мистического духовного опыта мы можем почувствовать внутреннюю тождественность и христианства, и, допустим, восточного мистицизма, буддизма и других каких-то религиозных традиций. Поэтому и декларируется вот эта идея, что вы попробуйте практиковать и увидите, как это действует. Есть такая точка зрения, что сейчас даже происходит не борьба догматов на территории христианского мира, а именно проникновение восточного мистицизма, как бы его экспансия. И эта экспансия проявляется не только в таком догматическом и ручительном смысле, но и в области мистики. Еще во второй половине XX века можно было наблюдать в Европе, даже в некоторых католических монастырях, как там прокативался христианский дзен или христианская йога. Даже вот процитирую вам выдержку из одного французского автора Де Шене «Христианская йога». Книга была издана в 1960 году. Как только вы приняли позу, вы чувствуете, как ваше тело расслабляется, и вас наполняет чувство общего благополучия, необычайное состояние покоя. И далее. Молитва становится сладостной и охватывает всего человека. Человек расслаблен и готов затрепетать при касании Святаго Духа. Готов принять и приветствовать то, что Господь в своей милости сочтет нас достойными испытать. Состояние полного удовлетворения – это состояние превыше всякого думания. Конец цитаты. Кстати, прошу вас, дорогие друзья, кому это интересно, кто внимательно слушает, обратить внимание даже на последнюю фразу. Это состояние вот этого покоя превыше всякого думания. То есть думать – ты отключаешься. Ты настолько расслаблен, настолько ты пассивно влеком вот этим состоянием, думая, что ты соединяешь одновременно позу йоги и христианскую молитву. На самом деле, дорогие друзья, христианству и христианскому подвигу совершенно не свойственна никакая пассивность. И более того, никакие специальные приемы для христианской аскетики недопустимы. И тут сразу хочется возразить на многочисленные аргументы наших оппонентов, которые даже пытаются, по известной пословице «слышал звон, но не знаю, где он», говорить, а как же вот исихазм, а практика молитвы Иисусовой, что тоже садись в какую-то позу, сосредоточенность, задержка дыхания. Так говорят те люди, которые даже близко не знают, что такое исихазм, и на самом деле никогда не упражнялись умно-сердечно Иисусовой молитвой. Но это отдельная тема. Священное Писание Нового Завета как раз полностью исключает любой вот этот механический путь приобщения к Богу. Заповедь Божия звучит так, «Блажены чистые сердцем, ибо те и Бога узрят». А святой апостол Павел даже говорит в 1 Коринфянам, 12 глава, 1-2 стихи, «Обращаясь к коринфским христианам, он обращает их внимание на то, как они, будучи в язычестве, знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». То есть святой апостол Павел характеризует вот это пассивное водительство, вот это бездумное, такое легкое, безрассудное доверие всякому такому духовному, такому трансцендентному переживанию, как состояние языческое, совершенно недопустимое для христианства. Напротив, вся христианская аскетика, она активна. И вот я приведу вам слова Священного Писания. Ну, в первую очередь, слова Господа Иисуса Христа из Евангелия от Луки, 21 глава, где Спаситель накануне своих страданий говорит своим ученикам, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Призывает не расслабиться и отдаться какому-то непонятному состоянию, а бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Вот смотрите, святой апостол Иаков, к чему призывает. Соборное послание, 4 глава. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». То есть именно активность, противостать дьяволу. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и лидайте, смех вас да обратится в плач и радость печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас». Здесь даже намека нет на какую-то пассивность, на какое-то вот такое вот легкомысленное водительство непонятно какому духу. Давайте посмотрим далее, к чему призывает святой апостол Павел. Послание к Ефесинам, 6 глава, 10 стих. «И, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесного». Опять обратите внимание на слова апостола Павла. «Укрепляйтесь, облекитесь во всеоружие Божие». То есть христианский подвиг – это подвиг активной борьбы со своими страстями. Никакой пассивности, никакой расслабленности, или как я вот немножко ранее вам процитировал из книги «Христианская йога» – состояние превыше всякого думания. Напротив, христианский подвиг активен. Вот слова из послания святого апостола Павла к Тимофею. Обращаясь к Тимофею, апостол говорит. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры, рабу же Господа не должно ссориться». То есть опять мы видим призыв к активному, от чего-то уклоняться, к чему-то стремиться. Вот эта пассивность, провозглашаемая восточным мистицизмом и легко принимаемая людьми, которые пытаются соединить несоединимое. Христианский подвиг и вот эту пассивность, расслабленность, которую они получают на опытах медитации, йоги и так далее, она как раз вот эта пассивность, ощущение вот этого духовного покоя и делает человека раскрытым для демонического воздействия. Как раз против вот этих духов злобы поднебесных, которых я немножко ранее вам процитировал слова из апостола Павла Кефесина. Надо противостать духам злобы поднебесной, а не напротив, бездумно раскрыть свою душу к ним. Это состояние на языке православной аскетики называется прельщение. То есть это неизбежное состояние всех тех, кто ищет не Бога и не приближение к Богу, не покаяние, не внутреннего очищения себя, а ищет каких-то, в данном случае в кавычках, божественных ощущений. И в состоянии такого вот самоопьянения он, таковой человек, вот это свое состояние обощрения, пытается путать с благодатью, не имея благодати совершенно никакого представления. И здесь мы видим, как люди, которые попались на вот эту уловку врага нашего спасения дьявола, сами себя лишают вот этой естественной данной в Священном Писании, данной в Святой Церкви, именно христианской защиты. Когда твой собственный субъективный опыт, ты ставишь впереди доктрины, впереди учения, впереди божественного откровения, ставишь свой собственный опыт. Когда человек говорит, наверняка, дорогие друзья, вы слышали много раз такие выражения, ну вот я же начал опробовать, я стал ходить, заниматься йогой, расслабляться, и мне стало легче молиться. И кто-то говорит, я стал заниматься йогой, начал медитировать, начал расслабляться, перехожу в храм, и у меня молитва идет. Что значит молитва идет? Куда она идет? Кому она идет? Вот отсутствие вот этого критерия, сравнить твой субъективный опыт с опытом святоотеческим. Ну, как говорит святой апостол Павел, духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может, потому что об этом надо судить духовно. Хочется ваше внимание, дорогие друзья, обратить на опыт преподобного Паисия Святогорца, великий и святой нашего времени. И вот какую он дает оценку восточного мистицизма, вот этих духовных переживаний, вот этих добродетелей, которые существуют в индуизме. Я вам процитирую, дорогие друзья, из третьего тома «Духовная борьба». То, что иные религии или религиозные движения выдают за чудеса, не имеют ни малейшей связи с чудесами нашей веры. Христос хочет от нас любочестия. Он не хочет, чтобы мы любили Его, потому что Он всесилен. Если бы Он захотел, то мог бы совершить какое-то чудо, и весь мир тут же уверовал бы в Него. То есть, обратите внимание, Господь не хочет такой вот пассивности, а хочет разумного, сознательного вализовывания человека. Однако, поступив так, Он связал бы свободу человека. Поэтому Христос говорит «Блаженны невидевшие, но верующие». В православии присутствует чудо и божественная благодать, а в индуизме – колдовство и философия. Чудо индуизм заменяет колдовством, а божественную благодать – философией. Дьявол дает различным гуру и колдунам и подобным им силу, потому что они, вот эти гуру, колдуны, сами предоставили дьяволу права над собой. Таким образом, эти люди могут совершать якобы чудеса, в виде которой и другие восхищаются. С того момента, как человек, увлекающийся восточными религиозными учениями, увидит, что тот, кто совершает ложные чудеса, не имеет ни малейшего родства со Христом, он должен понять, что все совершаемые там чудеса, в данном случае кавычках, есть дьявольский обман. Дьявол не способен говорить истину, он говорит одну ложь и вводит в заблуждение людей. Если люди, связавшиеся с восточными учениями, прежде немного познали православие, имеют доброе расположение, то они задумываются, видя, что жизнь восточных чародеев нечиста, запутана. В то время как в православии они находят чистую жизнь и высшие духовные дарования. В православии они находят людей, имеющих святость и совершающих истинные чудеса. И вот далее преподобный Паисий в этой главе дает очень важную и тоже очень актуальную в контексте нашей сейчас беседы оценку доброты. Вот какой признак твоей поднанной доброты, твоего пацифизма вот этого пресловутого? Где настоящая доброта? Где мы ее находим? В христианстве или в восточном мистицизме? Доброта в православии есть при излиянии любви человека к Богу и к своему ближнему. Все прочие виды доброты, которые совершаются инославными, прельщенными и подобные им, не имеют духовных основ жизни во Христе. Однако могут иметь в себе какие-то положительные человеческие основы. Тот, кто правильно живет православной жизнью, тот имеет смирение. Любовь и всецело отдает себя ближнему и приносит себя в жертву. Вот что значит православная жизнь. Иметь смирение, любовь и всецело отдавать себе в жертву. И свои аскетические подвиги, пост, бдение он тоже совершает от любви к Богу, а не ради того, чтобы почувствовать что-то приятное. Это, вновь обращаю ваше внимание, те, которые пытаются какое-то духовное состояние, какое-то расслабление почувствовать. Мы христианские подвиги совершаем для чего? Ради любви к Богу, а не просто, чтобы нам просто стало хорошо. Знаете, да, когда люди приходят в храм, вот я в этот храм хожу, потому что мне здесь вот хорошо, а вот другой захожу, там мне вот нехорошо, и я в этот храм ходить не буду, хотя благодать одинаковая у всех храмах. Но вот здесь вот тебе хорошо, здесь у тебя молитва идет после того, когда ты пришел после занятий йогой или медитацией. Христос пришел в этот мир для того, чтобы претерпеть распятие от любви к своему созданию. Сначала он претерпел распятие, а потом воскрес. Просить духовных радостей – дело дешевое. Другое дело из небесных радостей даст к усе человеку сам Христос. А вот те, кто занимаются, к примеру, различными индуистскими философиями, йогой и тому подобным, делают это, стремясь достичь якобы духовного состояния, некого экстаза. Они стремятся испытать наслаждение или стать выше других, при этом не имея никому никакого сочувствия и интереса. И здесь очень важная грань, дорогие друзья, кто из вас внимательно слушает. Я думаю, вы согласитесь, тем более, что предостаточно живых примеров этого. Люди, которые говорят, что они ощущают какой-то такой духовный покой, какое-то наслаждение у них, как-то молитва идет, и они думают, что на высоте мистического опыта индуизм и христианство тождественны. Вот обратите внимание, как эти люди относятся к страданию своих ближних. Преподобный Паисий пишет, «Предположим, что последователь восточной религии сидит на морском берегу и занимается самоконцентрацией. Если в это время, когда он занимается своим деланием, в море будет тонуть человек и кричать «помогите», то последователь восточного культа останется совершенно равнодушным к его крику. Он даже не пошевелится, не сойдет со своего места, чтобы не лишиться наслаждения, которое он испытывает». А вот если бы на его месте находился православный монах, который творил бы Иисусу молитву, то только услышав крик утопающего, он тут же отложил бы в сторону четки и бросился в море спасать человека. И в качестве такого примера, иллюстрации к словам преподобного Паисия можно что привести? Вы хорошо знаете, есть сейчас такое направление, такой отдых или такой релаксации, которая называется ретрит. Когда люди едут в какие-то теплые страны, заплатив немалое количество своих материальных средств, и под руководством опытных инструкторов они занимаются, так это называется, ретрит, то это раскрытие своей души для каких-то высших планов. Из вот этих высших планов они получают успокоение, приходят в гармонию с собой, живут в гармонии с природой. И вот такие люди сидят, занимаются таким сосредоточением. Если рядом будет кто-то утопать и просить о помощи, они не сдвинутся с места. Они даже скажут, я что сюда, я приехал, заплатил деньги, я пришел, чтобы здесь покой, гармонию обрести, а не спасать других, которые нужны. Утопает, пусть утопает. Это не мои проблемы. Я пришел сюда ощутить духовный покой. Вот он главный критерий доброты в христианстве. Христианское добро основано на любви к Богу и любви к ближнему. Христианское добро – это жертвенность. А добродетели восточного мистицизма – это искание некого духовного покоя, некого наслаждения, и такое самообольщение, самоупоение вот этим мнимым, на самом деле, покоем, что с христианской точки зрения является прелестью. Поэтому, дорогие друзья, давайте не путать вещи, взаимоисключающие друг друга. И в заключении, что хочется сказать. Не только догматы христианства и индуизма противоречат друг другу и взаимо друг друга исключают, но и духовный опыт совершенно противоположен. И человек стоит перед выбором. Если ты ищешь какого-то успокоения, какого-то расслабления и так далее, то ты, вспомнил еще раз слова святого апостола Павла в послании к Коринфянам, что когда вы были язычники, то ходили безгласным идолом так, как бы вели вас. Вот вас ведут пассивно. Это чисто языческий, а отнюдь не христианский подход. Давайте задумаемся над этим, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok